В посёлке Карымска решают проблему переселения людей из ветхого и аварийного жилья. По плану, в октябре текущего года 25 человек переедут в новые дома. Сейчас в посёлке идёт их активное строительство. Наши корреспонденты встретились с будущими переселенцами и узнали не только об их ожиданиях, но и, как оказалось, о тревогах. Вот так выглядит жилищный фонд в посёлке Карымска, который признан аварийным в деревянные строения 50-х годов. К примеру, этот дом по адресу вокзальная 4. Недавно одна сторона его и вовсе горела. Жильцы второй теперь за тонкими стенами замерзают. Ни крыша, ни пол, ни окна в нём не сохранили добротного состояния. Как дождь, так осенки притекают воды, вот мне вот это проводят. Я хочу, чтобы они берут, ехать не нужно, я не могу привезти даже. Этот дом, а также по Ленина 84, в текущем году попали в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Для карымчан строятся новые двухквартирные дома коттеджного типа. В целом пять зданий. Дома строятся благоустроенные, то есть здесь будет и ванна, и туалет, и все условия. Единственное, что топиться они будут не от котельной, а от собственных котлов, электрокотлов. Для этих целей было выделено из нашего местного бюджета 3,5 миллиона рублей, и плюс деньги фонда, это чуть более 10 миллионов рублей. Карымская развивается в северном направлении. Новые дома строятся на окраине посёлка, и этот факт вызывает у переселенцев недовольство. Никаких социальных объектов, общественного транспорта, даже водоснабжения пока нет. Пусть ветхое жилье, но здесь всё удобно. Для меня удобно, что рядом дом культуры, я там работаю уже 15 лет, специально купила здесь квартиру. У меня пенсионерка мама, здесь близко больница. Ребёнку 9 лет, он здесь учится. С моей 7-тысячной зарплатой, это каждый раз ездить на такси, это очень дорого. Действительно, от нового микрорайона до центра посёлка километра три, и на первых порах люди окажутся вне цивилизации. Но местные руководители успокаивают, опасения преждевременны. Сейчас решается вопрос, чтобы транспорт сюда ходил. Здесь у нас предусмотрено бурение скважины для обеспечения водой населения этого микрорайона. По плану, новые дома должны быть сданы в эксплуатацию в октябре. Тогда же из аварийного жилья начнётся переселение. В своей очереди ждут жители ещё 27 аварийных домов. Татьяна Окладникова, Олег Сукач, Вести, Чита.